Опа, сильный комментарий. Алексей Путролайнен, там что-то, что-то, Иванов, короче. Если бы не русские, то чеченцы ездили бы на ишаках по, значит, нечистотам, без дорог и жили бы, как в Афганистане в Средневековье. Ха-ха-ха-ха, о дорогах расскажи в Европе, говорит. Ох, вот дали бы вы нам так пожить, да. А почему бы вам не оставить нас в покое и не сказать, вот вы нас не цените, чеченцы, а вот мы вас оставим, вот давайте сами теперь попробуйте. Сделайте так, давайте посмотрим, кто и как из нас будет жить. Вы так любите рассуждения о том, что вы там куда-то что-то принесли. Вы ни одному народу в этом мире, вы не принесли ничего, кроме разрухи, кроме смертей, кроме бед, потрясений. Ничего, никому вы не принесли. Все то, что вы пытаетесь снабдить там какими-то вот этими индустрией своей, там что-то там и так далее, это все полная чушь. Как вы видите, страны, куда ваша нога не ступила, которые не живут под вашим контролем, они развиваются. В этих странах есть все необходимое, наука, высокие технологии, все есть, то, чего нет у вас. Вы все рассуждаете о батутах, на которых можно отправляться в космос, но при этом не можете создать элементарного робота. Вы должны какого-то чувака, одетого в костюм робота, выдавать за робота. Так что, вы должны понимать, что критерием для нас является не дорога, не хорошая жизнь, критерием для нас является свобода. Мы в первую очередь хотим быть свободными, и уже будучи свободными, мы хотим развиваться. Если бы мы, будучи свободными, как ты говоришь, жили бы, ездили бы там на ишаках, и у нас не было бы дорог, мы все равно были бы счастливы. Чем, будучи не свободными, ездить по хорошим дорогам, фоткаться на фонтанах, хороших скверах, это нас не радует, когда нет свободы. Когда заключенный сидит в тюрьме, от того, что у него там будет диван в камере, ему будет удобно на нем лежать, от того, что он будет по хорошему, капилированному полу перемещаться в прогулочную комнату, от этого он все равно не будет счастлив. Он будет мечтать о свободе, а свобода, возможно, будет совершенно не такой стабильной и хорошо инфраструктурно сделанной такой, знаешь. Может, у него не будет там дивана, может, у него не будет хорошего кофилированного пола, но эта свобода, он все равно будет мечтать о ней. Так что, это не аргумент, то, что ты там предъявил. Чечня не имела своего государства до имперских завоеваний русских, потому что у чеченцев не было своей письменности. Ты мыслишь средневековыми штампами, и никакой ислам не приводит к процветанию страны. Полный каламбур в этом комментарии. Дело в том, что письменность, собственная письменность, никак не связана с государственностью. Это абсолютно не имеющее никакого отношения к государственности вещи. У большинства государств в этом мире нет своей письменности. Нет письменности и у русских. Нет у них своей письменности. Эта кириллица, она не русская письменность. Англичане, там, я не знаю, турки, да большинство в этом мире пишут на латинице. У них нет своей письменности. У азербайджанцев нет письменности, у турков нет своей письменности, у казахов нет своей письменности. Да у кого угодно. Нет, если мы будем судить, потому что если есть своя письменность, то государственность, то это что там, Китай, Япония, и то даже у них, получается, там, одни иероглифы, их можно в одну группу этих государств связать. Письменность не имеет никакого отношения к государственности. То, что у чеченцев не было своего государства до завоевания, тут наоборот. Последовательность обратная. Когда чеченцы создали свое государство, тогда и началось завоевание. До момента, пока чеченцы не создали свое государство, и это государство было под знаменем ислама, до этого момента России абсолютно не был интересен Кавказ. Он абсолютно как не стратегический, не экономический, он не был интересен. Эти горы, эти леса, в те средние века, они никому не нужны были. Но когда чеченцы решили создать свое собственное государство, объединились под исламским флагом, тогда для России это означало угрозу с точки зрения, ну, рядом Османская империя, это мусульманское государство. Рядом были персы, которые тоже номинально для Российской империи были мусульманским, было мусульманским государством. Соответственно, для них это была угроза, что одно из этих государств может оказаться на Кавказе. Или чеченцы могут примкнуть к ним, или могут войти в союз с ними. И, соответственно, это сподвигло Российскую империю к покорению Кавказа. То есть, последовательность обратная, это не так, что пришла Россия, пришли русские, и мы такие, опа, у нас появилось государство. Нет, конечно, наоборот, появилось государство, началась война, и с тех пор она не прекращается и идет. То есть, эта война, она идет, но происходят различные битвы, которые входят в историю, как там первая чеченская, российско-чеченская, вторая российско-чеченская, кавказская война, и восстание, то восстание, это, и так далее. Так что это очень слабые аргументы. А что касается ислама, успех государства, он действительно не связан с религиозностью этого государства. Мы видим сегодня много неисламских государств, которые успешны. И поэтому, с точки зрения мирового успеха в этом мире, здесь, конечно, ислам, он все-таки не для успеха в этом мире. Ислам – это для успеха в мире будущем. И ислам – это путь к обретению счастья в этом мире. Но счастье, оно не связано с успехом. Человек может быть неуспешен, он может быть бедным, но он будет счастлив. Поэтому ислам – это все-таки религия, это духовная тема, это совершенно другая вещь. Вы считаете правильно, Эрдоган оскверняет христианские церкви? Поэтому скажи, пожалуйста, а почему он их оскверняет? Что значит осквернение? Осквернение – это когда из церкви делают общественные, если бы из церкви сделали общественный туалет и так далее. Вот это было бы осквернение. Эрдоган не оскверняет. Вы знаете, я понимаю, что христиане никогда не будут довольны тем, что Арию Софию вернули обратно в статус мечети. Они никогда этим не будут довольны, это понятно. Но и вы также должны понимать, что мусульмане в целом очень рады этому событию. Это все-таки уже такая чисто идеологическая тема. И здесь мы с вами никогда не найдем общего языка, вы это должны понимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...